У меня не тот характер, чтобы быть дискриминированным, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что если говорить о мужчинах, мужчинам вообще не нравилось, никто не относился ни с каким серьезом. Для того, чтобы быть в политике, надо иметь определенную подготовку. Должны быть люди подготовленные. Это нельзя было, как у нас заборали доярку, вот она хорошо доит коров, поэтому иди в Верховный Совет. Вот ты там умеешь что-то делать, вот иди в Верховный Совет. Понимаете, Верховный Совет советского периода, а мы-то шли первыми после него фактически, значит, там были совершенно другие критерии подхода. Там смотрело руководство, кого выдвинуть, единогласно все голосовали, единогласно все принимали, никто не разобрался даже в том, что там немножко голосует другой закон. Почему женщины? Женщины обременены домом, семьей, все-таки, все-таки домом, семьей. У нас патриархальный уклад в Молдове. Все население в основном сельское, которое выросло, зная, что женщина в селе должна выполнять, ее обязанности, все это переносится. То есть у нас интеллигенция-то во втором, в третьем поколении только начинается сейчас. А тогда вообще, это было 25 лет тому назад, это фактически было первое. Хотя, конечно, жизнь в селе тогда была, но не было, конечно, тех приспособлений, бытовой техники, еще что-то такое, но она была более обеспеченной, чем сейчас. Вообще, понимаете, история – это такая штука, штука, которая нет больших выдумок, чем в истории, и нет больших уроков, чем в истории. История должна всему учить, но ее надо знать. И врать не надо ни одним, ни другим, надо говорить правду. Я думаю, что вообще сейчас образование, все, только в смысле истории, оно даже не идет в сравнение с тем образованием, которое получала я в 50-е годы прошлого века. Мы были куда более грамотными, мы знали больше. Я не имею в виду только в Молдавии. Я смотрю иногда в России, там останавливают людей на улице, что-то спрашивают, они ничего не знают. Они вообще ничего не знают. И наши ничего не знают. Но в таком плане, в широком, чтобы кто-то брал за экзамены деньги или что-то, вообще не было такого. Я не помню, чтобы мы вообще за все время учебы, ну, может быть, я очень хорошо училась, не знаю, там не было таких проблем, но чтобы за оценку ставили, давали деньги какие-то. Даже когда своих детей учила у меня, такого ничего не было. В помине не было даже. Это последнее нововведение. Почему? Потому что низкий уровень, школьный, он и переходит в вузы, и в вузах тоже непонятно, что делать, и начинается просто покупание оценок, покупаются оценки и все. Это даже, понимаете, что это не коррупция, это, ну, не могу сказать, нечистоплотность, просто человеческая нечистоплотность. Сейчас коррупция совершенно другая. Сейчас сложность-то вообще в том, что нет специалистов, что люди, которые сидят на этих должностях, оно ведь пошло еще с тех пор, как мы пришли, с нашего парламента, когда начали выбирать руководителей, профессионалов, если они там были либо русскоязычные, либо еще какие-то, я там не знаю. Получилось вообще неизвестно. У нас Министерством обороны руководил санитарный, ветеринарный врач. Но и во всех других областях очень было много неспециалистов. То есть они подбирали по партийной принадлежности. Я ненавижу непрофессионалов. Вот понимаете, у меня просто в крови, я ненавижу непрофессионалов. Я их часто вижу в одном, в другом, в третьем месте. Ужасно. Это ужасно. Поэтому я очень переживаю и за образование в стране. Потому что то, что сейчас эти школьники, которые учатся и не умеют сдать бак, это те, кто будут потом руководить страной. Это те, которые будут экономистами, врачами, технарями, пилотами, в конце концов, я не знаю кто. Для женщины, я думаю, что самое главное – не быть равнодушной. Вот женское сердце должно подсказать те вещи, которыми она как политик может заниматься. Там, где она может принести пользу людям. Понимаете, конечно, в первую очередь женщины всегда обращают внимание на условия жизни и работы женщин. на то, что дети, как устроены дети, детские сады. Конечно, это их будет трогать больше, чем, может быть, мужчины. Мужчины будут какие-то глобальные. А женщина всегда хозяйка в доме, поэтому она должна быть и наставницей, вот наставницей помогать. Женщина не может быть равнодушной. Они острее чувствуют несправедливость. Они более честные в политике. Они честные в политике. Они менее коррумпированы чаще всего. Они не идут на это. Она неудачная. Эта политика не приведет к рассвету страны. Она неправильная. ИНТРИГУЩАЯ antвежить на отношения. Эта политика не потああан. Продолжение следует...